Эпидемиологическая ситуация в районе в этом году не позволила проведения в Сестрое массовых мероприятий. Поэтому 14 августа в день физкультурника спортивные состязания на городском стадионе прошли только по трём игровым видам спорта. Мини-футболу, волейболу и баскетболу. Сегодня вы молодцы, что пришли сюда всей своей командой. Я хочу вам пожелать удачи, успеха, победы. Но сегодня побеждает спорт, побеждает дружба, физкультура. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов вам, новых спортивных достижений, командной дружбы и всего самого хорошего. Разрешите мне от имени администрации муниципального образования Сестройское городское поселение поздравить вас с этим праздником и пожелать вам всего-всего самого хорошего. А главное крепкого здоровья. Физкульт! В начале лета тренер по футболу Владимир Данилов собрал рецепт. И начал проводить занятия. Но и за столь короткий промежуток времени юные футболисты уже успели чему-то научиться. А главное, почувствовали себя командой. Это помогло подросткам достойно выступить на районных соревнованиях, проходивших в июле в городе Волхове. Полученные технические навыки пригодились и на поле во время товарищеского матча. На площадке для мини-футбола игроки обеих команд не единожды поражали ворота соперников, заставляя поволноваться немногочисленных зрителей. В итоге футболисты сборной Сестрой-2 все же сыграли более результативно и одержали победу над своими товарищами – командой Сестрой-1. В Печеле были довольно хорошие. Наша команда играла довольно достойно. Хоть и на улице было жарко, солнце. 30 минут без замены. Я считаю, что это довольно хорошая игра. Ну, проиграли, ничего страшного. Мы играли для своего удовольствия. Просто так, ну, как обычно. Одновременно с футболом на универсальной спортивной площадке проходила игра по волейболу между командой ветеранов и молодежной сборной «Торнадо». С первой партии лидерство захватили более опытные спортсмены и сохраняли его на протяжении всего времени матча. Они же и стали победителями. Мы ожидали лучшего, конечно. Просто у «Торнадо» сегодня был слабый состав. У них два человека не смогли прийти. И поэтому игра такая получилась в одну калитку практически, 3-0. Ну, нормально, поиграли на свежем воздухе. Пятерок немножко мешал. Как обычно, в день в скультурниках. Ветераны, мы все, кто здесь играл на стадионе, мы занимаемся два раза в неделю в спортзале в нашем спорткомплексе. Ну, участвую в соревнованиях. Иногда между собой какие-то проводим турниры. Достаточно часто. Самый памятный в этом году какой-то трофей у вас? Ну, в этом году у меня самый памятный трофей не по волейболу, а по наскольному теннису на Кубке Ленинградской области. Я занял среди ранов, третье место. В паре мы еще с Ивановым Александром, мы, кстати, тоже играли здесь в волейболе. Тоже третье место взяли. А по волейболу у нас был турнир. Наверное, памятный не в этом году, а в том. У нас был первенство района, сильный такой состав был. И мы с локовскими боролись, спортсменами неплохо. Сейчас сразу так не возьмешь, что много соревнований всяких. Сразу не вспомнишь. Все соревнования приносят удовольствие и радость. На этой же площадке после волейбола состоялась игра по баскетболу. Матч между сборными «Торнадо» и «Шторм» проходил с переменным успехом в пользу обеих команд. Победитель определился буквально на последних минутах. С разницей всего в два мяча 44-48 победу одержали игроки «Шторма». Не ожидал, что я, в принципе, приму участие в таком матче. И, конечно, было очень приятно играть, потому что старая добрая команда, с которой мы тренировались с «Сестрой» еще с нулевых годов. Конечно, все снова встретились, пообщались, поиграли бок о бок. Это было очень интересно, хороший опыт. И, конечно, победы мы не ожидали. Ожидали хорошей игры, хорошая игра, что-то получилось. А победа – это просто как приятный бонус. Организаторами прошедших соревнований выступили администрация муниципального образования «Сестройское городское поселение» и «Городской дом культуры». По окончании городского мероприятия на стадионе состоялся матч по футболу на первенство района.